Качество таких услуг оставляет желать лучшего, но потребителю очень сложно пожаловаться на некачественный сервис. У него на руках не остается ни одного документа, который бы подтвердил факт оказания услуги. Второй вопрос. Не до поступления в бюджет. Напомню, что индивидуальный предприниматель может выбрать одну из четырех систем налогообложения. Это общий режим, упрощенная система, единый налог на вмененный доход или патент. Наиболее выгодный для предпринимателя упрощенка и патент. А для города оптимальный вариант исключительно патент, поскольку отчисления от него полностью поступают в местный бюджет. Мини-гостиницы, конечно, лучше будут, если будут брать патент на определенное время. Это четко понятно, сколько нужно заплатить налогов. Это понятно для предпринимателям, куда нужно платить и зачем. Ну и город может системно определить, что получит столько-то денег, что это будут доходы и может их потратить на социальные свои нужды. Ну а третий момент – это безопасность. Сведения о людях, проживающих в незарегистрированных мини-отелях, никому неизвестны. То есть соседями могут стать как мелкие заезжие преступники, так и потенциальные террористы и экстремисты. Поэтому все средства размещения, отметили на совещании, обязаны выйти из тени. Иначе грозят не только штрафы, но и уголовные статьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...